МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Букмекерских контор в отношении сборных участников Чемпионата мира. И помимо Чемпионата мира мы будем играть еще и другие матчи. В студии Роман Полинсков и Александр Диктерев. Саша, тебе привет. Привет. Проанонсируй, какой первый матч мы будем сегодня обозревать. Ну, судя по заднему фону, мы сегодня играем матч-открытие Чемпионата мира Россия-Саудовская Аравия. Ну и, наверное, перейдем, давай, сразу к котировкам букмекеров. Ну да, и хотел сказать, я специально под это надел. Футболку сборной Италии, это протест сборной Швеции по футболу. Итак, котировки букмекеров за сборную России примерно дают от 1,43, от 1,36, точнее, до 1,43. За ничью примерно 4,5 коэффициент. Ну и за победу сборной Саудовской Аравии Вильям Хилл дает, например, 7,50. Ну это самый низкий коэффициент, самый высокий дает марафон Бет 9,90. Также хотелось бы сказать, что Вильям Хилл дает и самый маленький коэффициент на победу сборной России. В общем, жмется эта конторка явно. Ну да. Но марафон Бет почему-то 1,39 дает всего на победу сборной России. Ну, в любом случае, давай испытывать. Мне кажется, что сборная России в этом матче в любом случае фаворит. Я с букмекерами больше согласен, чем мне. Ну хорошо, ну и поэтому ты будешь играть за сборную России. Я, естественно, буду играть за сборную Саудовской Аравии. Ну что ж, поехали, первый матч начинаем. Ну что, самые лицензированные формы здесь можно наблюдать. Я буду играть в зеленой. Здесь очень странный состав у сборной России. Я его всегда очень-очень сильно перекраиваю. Да. Ну, а вот по своему составу я ничего сказать не могу, потому что это для меня сборная ноунеймов. Ну, мне у этого мужика нравятся усы, поэтому я его поставлю в стартовый состав. У тебя есть Смолов. Помнишь усы у Смолова? Помню, помню усы у Смолов. Это было просто... Да, не будем мудрствовать лукаво, просто начнем играть. Поехали. Сборная Россия начинает. Я сразу сделаю в атаку. Да, именно так начнет сборная Саудовской Аравии. Сразу помчиться, сломя голову. Комбарав! Комбарав! Первый момент. Как неплохо-то было, да? Сейчас бы половина комментаторов российских уже на матче открытия турнира... Вопили бы вас! Ой-ой-ой-ой! Эта пушка страшная. Это угол головы страшный. Не, ну это было вполне себе ожидаемо по скиллам твоих игроков и твоих мутаря. Букмекера ты права, оказывается, да? Ну ладно, Глушаков на седьмой минуте забивает первый гол. С учетом, что у тебя мяч вообще, по-моему, не находился за это время нисколько. Ну ты смотри, как мы пробиваемся в штрафную площадь, и на тебя под катиком еще. Потому что, Васин, научился в Уфе играть в футбол. А к лонгшотам они вообще бить не хотят. Просто отказываются. Ну да, зачем? Они просто приехали посмотреть на Россию. Ну как бы чемпионат мира, там, поучаствовать, там, смотреть на новую страну, это же всегда классно. Ну да, и кстати, друзья, для тех, кто не в курсе, матч открытия, который мы сейчас играем, считается самым худшим по рейтингу FIFA. 63-я и 65-я сборная по рейтингу встречаются в этом матче. Это самые худшие в сборной, которые попали на чемпионат. И, соответственно, друг на друга они вышли. Да. Не видишь ли ты в этом умысел какой-то или заговор масонов? Не знаю, но я вижу то, что я мог спокойно убежать вперед. Я не знаю, что ты придумал, но мне сложно разговаривать и адекватно играть. Я думаю, можно на Жиркова было посмотреть наверху. На Гильерме в воротах он. Ой-ой-ой! Он просто мяч намертво забирает. Без проблем абсолютно. Это же Гиля. Бразильский-русский. Кто этот бразильский-русский? Давай пообсуждаем новости футбола. Да. Как думаешь, залетит? Конечно, залетит. Игрок, да. Я думал, пенка. Ставь пенальти, не имеешь права. А пошел как дерево, пенальти! Ставь, ставь пенальти, не имеешь права ты так делать. Ты что, истеваешься, что ли? Тебе есть кого на кого заменить? Я думаю, выпустить Канунникова. Ой-ой-ой! Проход, удар! Что я делаю в обороне? Я просто мышей считаю. Я не знаю. Гильерми делает всю мою игру. Я забил шару и теперь отскакиваю, как не знаю кто. О! Защитник сам не подумал. Не собирался, да. У тебя кто-то умер. Тащер у меня. Тащер. Вот как собственно и все. Перспективы сборной Саудовской Аравии закончились в этом матче. Вот мы пошли в атаку. Удар должен быть! Уй, альтисталь! Ты видел, как Смольников сейчас решил? Просто божило. Я так понял, что ты судью купил. Там пьяна должна быть. Чемпионат мира домашний. Ну да, матче открытие надо сливать. Да, да, да. Классика. Ну что ты делаешь, Головин? Я хотел-то забивать красивше, а получается как у Головина. Одна из последних атак. А что уже, время матча заканчивается? Ну, 87-я как-то. Ирохин клади, ё-моё! Ну вот сейчас-то отбей, ну... Браво, браво, браво. Вот такие надо забивать сборной России ворот в Саудовской Аравии. Но! Шара. Шара не поможет игрокам сборной. Не, ну это было неплохо. С учетом, что мяч метел примерно так. Ну знаешь, ну ладно, со сборной Саудовской Аравии они в принципе могут так сыграть на 3-0. И причем забить один с дальнего расстояния. Одну минуту добавляет нам Арбитр. Спасибо, вот за одну минуту я сейчас три гола заколочу так, что я привезу свои сборные. У меня есть вариант забить четвертый и четвертый. Нет у меня шанса забить четвертый. Ты думаешь, с Египтом такой фигни уже не будет? Нет. С Египтом у нас будет свое противостояние с Салахой и Суарезой. Ну что ж, друзья, 3-0. Победила сборная России, хозяйка чемпионата мира. Ну что ж, подведем итоги. Как тебе игра в целые сборные России? Ну, можно сказать, что сборная России закономерно выиграла. Она реализовала сегодня большее количество моментов и создала большее количество моментов. Ну и надеемся, что на чемпионате мира будет примерно такая же ситуация. Если наши выиграют 3-0, ну блин, а почему бы и нет? Я буду этому очень рад. Так что, друзья, можете спокойно ставить на сборную России пора плюс 3, да? Если не ошибаюсь, это правильная котировка называется, да? Я не помню. По мячам и лучше всего идти в какую конторку идти лучше? Лучше идите в лигу ставок. Они дают самый большой коэффициент 1.43. Знаешь, я бы в этом матче ставил, я не знаю, какие котировки на эту ставку, какой вообще коэффициент, но я бы поставил в этом матче на тотал 2.5 меньше. Потому что мне кажется, что сборная России и Саудовская Аравия, они сыграют такой закрытый футбол, не то, что мы сегодня с тобой, когда у меня там Самедов, вернее, Смольников вытаскивал мяч в подкате, там, последним защитником будучи. Они будут играть в закрытый футбол, и тот, кто первым забьет, скорее всего, в этом матче выиграет. Хорошо ж, ну что ж, посмотрим. До чемпионата мира остается все меньше и меньше времени. С вами был Роман Полинсков, Александр Детерев. Увидимся уже на следующей неделе, где мы сыграем еще один интересный матч специально для вас. Всем спасибо, всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok